Выступая в роли патолога-анатома, линия обороны регулярно погружается в труп зомби, называющегося российская пресса, для того, чтобы вытаскивать оттуда интересные запчасти, которые сами россияне уже не замечают в связи с деформацией психики, обеспеченной их пропагандой. Часто там обнаруживаются забавные, полезные, а иногда разоблачительные вещи. Сегодня там всплыло нечто, стоящее особняком от того, что доводилось видеть за все эти годы. Мы сделали скриншот статьи для того, чтобы каждый мог ответить на вопрос, какие ассоциации вызывает этот заголовок. Трудно сказать, намеренно выбрано такое название или это оговорка по Фрейду, но единственная ассоциация на заглавном рисунке. Убийцей Боинга представляется только и исключительно Путин, причем конкретного Боинга, рейса MH17, сбитого россиянами в небе Донбасса. Сегодня было очередное заседание трибунала, но это другая тема. На самом деле у россиян присутствует индивидуальная психологическая проблема, которая заставляет их называть «что-то убийцей», где обычно применяется слово «конкурент». Так и в этом случае. На роль убийцы Боинга, а почему-то даже не Эйрбаса, россияне записали свою новейшую разработку Ил-96-400М. Изначально было решено, что как только будет допилен этот замечательный аэроплан, так желающие моментально набросятся на него и будут тянуть в разные стороны. Главной особенностью самолета стало то, что в него должно помещаться 300-400 пассажиров. И ничего, что самолеты с подобной вместительностью выпускаются десятилетиями, Ил-96 тоже выпускаются десятилетиями, и что? Его подрастянули, поставили более мощные двигатели, и вот новый самолет. Такие надежды были тогда, когда только начался выпуск другого чудо-аэроплана «Суперджет». Правда, там другая история. Гражданский самолет воял производитель боевых Су, и поэтому выпустили пассажирский истребитель-бомбардировщик. Надежды на то, что чудо техники выдавит с рынка, если не Боинг, то хотя бы Эмбрайер, не осуществилось. Самолет никто не хотел заказывать, так как это бывает с настоящими самолетами. Заплатил деньги и пять лет ждешь, пока тебе построят всю партию. Так никто не хотел покупать, и тогда их отдали в лизинг. То есть отдали в эксплуатацию с условием, что расплачиваться за поставку будут по мере поступления прибыли. Но эксплуатанты быстро поняли, что самолеты так долго не живут, чтобы получить необходимую прибыль и оплатить это чудо. Поэтому все вернули, напоследок пошлепывая мокрыми тряпками по фюзеляжу. Но тогда этого еще никто не знал, и россияне планировали, что джет подвинет грандов в среднем сегменте, а новый Ил в дальнем. Но в итоге на джетах приходится летать самостоятельно и время от времени их тушить. А вот новые Илы вообще никто не заказал. Попытка построить в России первый со времен СССР широкофюзеляжный пассажирский самолет. Лайнер Ил-96-400, на который из бюджета было выделено 50 миллиардов рублей, в итоге не пойдет в серийное производство. От авиакомпаний заказа нет. А с учетом COVID-19 и простоя дальнемагистральных самолетов по всему миру, серийное производство Ил-96-400М пока не планируется. Разработчики жалуются, что самолет получился дороговатым и не очень удачным, потому что деньги, отпускаемые на его разработку, постоянно направлялись на другие проекты. Но не все так плохо. Два аэроплана все же допилят и отправят их в путинский авиаотряд. Это напоминает бронеавтомобиль для Путина, который построили на базе танка «Армата», только без гусениц и на колесах. Шуму было много, а потом записали это чудо в гараж царя и на этом все кончили. Все же название той статьи больше подходит к военному трибуналу. Убийца Боинга должен быть наказан.